Скоро музыкальные коллективы Казахстана смогут исполнять произведения на древних Сассырнае, Нархубызе и Камассырнае. Научные сотрудники Музея национальных инструментов имени Ихласа работают над их реставрацией. Гульнара Умарбекова продолжит тему. В этом уникальном музее более тысячи экспонатов. Многие найдены, изучены и реставрированы известным искусствоведом Булатом Сарыбаевым. Наше музыкальное искусство древнейшее, говорил ученый. Свидетельство этому и наскальные рисунки, датируемые III-IV веками, с изображением фигурок, в руках у которых что-то похожее на барабан или какой-то другой духовой инструмент. В нашем музее вы можете также увидеть такой интересный инструмент, как жельбуаз. На самом деле он относится к времени саков и гунов. Чаще всего он делался как из кожи мелкого рогатого скота, так же из желудка вот этого же скота. Существует аксиома, говорит музыковед Ася Мухамбетова, что у земледельцев было развито песенное хоровое пение, а у скотоводов – изготовление инструментов, которые и распространились по всему миру. Большинство музыкальных инструментов в Генезисе родились в кочевой среде. Вот та же самая скрипка. Где на ней играет смычком? Какой народ мог создать смычковый инструмент? Только тот, у которого много-много конского волоса. Очень много. Вот и скрипка, прототип скрипки Кобус возник в нашей среде. Тот же самый джетаген, который древнейший казахский инструмент. Миф об этом джетагене указывает на невероятную древность этого инструмента. Мы называем джетаген. Другие тюрьки называют йетаген. А казахи, ой, а китайцы по-простому, ядха. Это тоже наш инструмент. Европейские специалисты в своих научных трудах подтвердили, что родина смычковых инструментов – скрипки, виолончели, контрабаса, Центральная Азия. Интересно, что в Алматинской области были обнаружены петроглифы эпохи неолита. Живший тысячи лет назад художник изобразил пляшущих человечков и похожий на дамбру инструмент. Вообще история музыки на евразийском пространстве – это история дамбры, говорят музыковеды. В ней душа казахского народа. В 2010 году дамбра была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Научные сотрудники Музея национальных инструментов имени Ихласа и одновременно участники группы «Туран» не представляют свое творчество без дамбры, кобыза, сырная, жетагена. Говорят, что скоро они будут играть на отреставрированных «Сас сырная», «Нарку бызи», «Камыс сырная». И тогда зрители впервые услышат прекрасные звуки, издаваемые этими древнейшими инструментами. Ульнара Марбекова, Галым Шулабаев, сержант Зумабаев, Алматы.